Рамир, десятая часть россиян заявила о росте их зарплаты в 2018 году Рамир, десятая часть россиян заявила о росте их зарплаты в 2018 году 3.31 Москва, 25 и Анфрия новости Две трети россиян не меняли работу за последние полгода А 10% работающих граждан заявили о том, что в 2018 году им повысили зарплату Свидетельствуют результаты исследования холдинга Рамир Которая имеется в распоряжении РИА новости В опросе приняли участие 1100 респондентов в возрасте от 18 и старше Проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах Выборка репрезентирует взрослое трудоспособное население России В декабре 2018 года холдинг в рамках очередного опроса задал своим респондентам ряд вопросов На тему работы ее смены, ситуации в компаниях 23 января, 3.36 Рамир Личная инфляция россиян в 2018 году была ниже официальной на вопрос об изменениях, произошедших на работе за последние полгода Почти две трети респондентов 63% ответили, что никаких изменений не было И они продолжают работать на прежнем месте работы Это самый высокий показатель за последние 4 года С момента прошлого опроса доля подобных ответов выросла на 6%, что говорит о некоторой стабильности на рынке, труда ред, сообщает Рамир Вместе с тем, по данным холдинга, немного сократилась доля поменявших работу с 9% в 2017 году до 6% в 2018 году За год немного уменьшилось количество неработающих россиян с 29% до 25% Однако, до уровня предыдущих лет еще далеко, говорится в материалах исследовательского холдинга Рамир отмечает, что в вопросе изменения заработной платы в России развивается положительная динамика С 2015 года идет непрерывное сокращение количества сообщивших о снижении зарплат с 26% до 6% в прошлом году Кроме того, 10% из стабильно работающих респондентов заявили об увеличении заработной платы Причем, у половины из них, 5%, зарплата увеличилась более чем на 10% В 2017 году 8% сообщали о подобных изменениях Правда, в 2016 и 2015 годах аналогичные показатели были значительно выше 13% и 18% Соответственно, говорится в сообщении, 18 января, 3.35 Рамир, средний чек россиян в декабре вырос почти на 20% В вопросе поиска новой работы ситуация за год изменилась несущественно, считают авторы исследования Так, число тех, кто нашел новую работу почти сразу, практически не изменилось и составило 23% Для половины, 49%, поиски заняли от 2 до 6 недель, против 58% в 2017 году Не изменилось число тех, кто не смог пока найти работу и находится в активном поиске 15% Однако, увеличилось количество тех, кто на момент опроса не находился в поиске работы с 7% в 2017 году до 13% в 2018 году Это самый высокий показатель за весь период наблюдения Можно предположить, что россияне взяли небольшой перерыв перед Новым годом Чтобы уже в Новом году вернуться к поиску подходящей работы, говорится в сообщении холдинга Рамир, российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях Рамир, российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследований